МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У родителей Иона нет. Наш корреспондент Ксения Енеева встретилась с семьей мальчика. Низкий голос, руки, как у взрослого мужчины, и рост под метр шестьдесят. Это Ион Стратан. И недавно ему исполнилось семь лет. Я люблю кубики, шашки, расставлять все по цветам, в машинке играть. У мальчика редкое заболевание – гомортома гипоталамуса. Это опухоль мозга, которая провоцирует стремительное половое созревание и рост человека. Зачастую она вызывает сильные эмоциональные расстройства и даже эпилептические припадки. Гомортома может стать причиной резкой задержки в развитии. Она генетически обусловлена, аутосонно-доминантная, передается от предыдущих поколений, от родителей или детям. Я говорил о проявлениях, о клинических проявлениях. Когда поражается головной мозг, чаще всего, или красочнее, видно отставание, психическое отставание ребенка. Сейчас и он мыслит, как трехлетний мальчик, разговаривает плохо, каждое слово дается с трудом. Я целый день играю, пишу, рисую, на улице гуляю. Мать мальчика Инна часто просматривает семейный фотоальбом. И он был желанным ребенком, беременность проходила без осложнений. Да и малыш родился без видимых патологий. Изменения мы заметили в год-полтора. И он стал слишком быстро расти, развиваться. В полтора года у него началось половое созревание. Мы немедленно обратились к врачу, прошли множество консультаций. Нам поставили диагноз – гомортома. Подобные случаи происходят один на 200 тысяч. Такова международная статистика. В маленьком молдавском селе об этой болезни никогда и не слышали. С каким трудом мы получили группу инвалидности? Еще когда он был маленьким, я собрала все справки и поехала в район. Но мне отказали и сказали, что с таким диагнозом инвалидность не дают. И не знают о таком. Пришлось собирать заявления и справки от столичных врачей. Только тогда нам оформили инвалидность. И он сейчас все дни напролет проводит дома. Кроме родителей, общаться ему не с кем. Из детского сада ребенка вежливо попросили два года назад. Нам было боязно. И остальные родители, которые ходили в этой группе, тоже постоянно говорили. Вы знаете, я не знаю, она приходит домой, не хочет и в детском саду, боится и ануться. Такой ребенок в такой среде не самые лучшие для него условия. Обыкновенные детские игры порой становились опасными для других малышей. Воспитатели жалуются, что в порыве азарта и он не рассчитывал силу. Он был высоким, весил, когда приехал к нам, поступил в детский сад 1 сентября 2011 года, 45 килограммов. А рост у него был 146 сантиметров. По сравнению с остальными детьми, которые весили в этом возрасте, например, от 18 до 24 килограмм. Или высоту этих детей 110-120. То, что и он не такой, как все, вскоре начали замечать и дети. Родители Иона не предупредили нас, что он настолько половозрелый. Я имею в виду половые органы. Ведь он ходил с другими мальчиками в туалет. Дети начали говорить, что у него там все по-другому. Так и вот так. Родители подняли вопрос, чтобы перевести мальчика в детский центр для детей постарше. Здесь не самое лучшее место для него. Дети начали бояться его. Как будет выглядеть Ион через 5-10 лет, затрудняются ответить даже опытные врачи. Редкие случаи сейчас изучают лучшие столичные нейрохирурги и онкологи. Григорий Запухлых более 30 лет делает операции на головном мозге. Статистика неутешительна. Ежегодно опухоли находят в среднем у 100 детей. А вот гомортома – случай редчайший. Хирургическое вмешательство поможет спасти жизнь, но не гарантирует интеллектуальное развитие. Речь идет о психическом отставании. Здесь хирургия, к сожалению, не может дать. Мы не можем обменять полностью заменитый головной мозг. И даже его определенные некоторые части. Операция направлена на сохранение жизни, спасение жизни ребенка. А этого родителям мало. Стремительный рост и повышенную выработку гормонов могут остановить ежедневные инъекции. Стоимость каждые 350 долларов – это в два раза больше месячного дохода семьи. На первый курс лечения необходимо 20 уколов, то есть 7 тысяч долларов. Денег на спасительные инъекции у семьи нет. Отцу Иона приходится уезжать на заработки. Работаю за границей, берусь за любую работу. В сезон остаюсь в селе, работаю на поле или на винограднике. Больше, конечно, за границей. Здесь тяжело заработать, а лекарства дорогие. Нам нужно спасти ребенка. Если медикаментозное лечение не даст результатов, мальчику, возможно, придется лечь на операцию. А в такой ситуации речь идет о точности на доле миллиметра. Ведь гомортома часто располагается в глубинных структурах мозга, в непосредственной близости с жизненно важными центрами и крупными сосудами. Мы не знаем, что будет дальше. У нас уже было несколько медицинских консилиумов. Сказали, что у нас уникальный случай. Нам недавно обещали еще одну консультацию с врачами и представителями Министерства здравоохранения. Будем ждать результатов. В родном селе обратиться за помощью некому. Специальных центров для детей с отставанием в развитии здесь нет. Впрочем, как и во всем районе. Родители самостоятельно занимаются мальчиком. И он уже освоил бытовые навыки. Сам заваривает чай, одевается. Но мечтает только об одном. Выздороветь и пойти в школу. Ксения Яниева, Александр Борейко, Молдова. Информацию о том, как можно помочь Иоанну Стратанову, вы можете найти на нашем портале мир24.тв.